здравствуйте сегодня представляю вам очередной видео урок по программированию и прежде чем перейти непосредственно к теме урока несколько вступительных слов сразу прошу прощения возможно это вступление несколько затянется но просто для того чтобы абсолютно всем как новичкам так и бывалым было понятно о чем я буду говорить по сути ну я просто должен некоторое вступление сделать и так ну наверняка уже какие-то книги и курсы видео курсы по программированию изучали или хотя бы выборочно какие-то уроки или статьи читали смотрели и наверное вы знаете что в большинство учебников по программированию они обучают иногда есть теория какая-то есть обязательно практика где-то больше где-то меньше но в основном все учебники обучают двум вещам таких таким как язык программирования какой-то которому посвящен учебник и среда разработки с помощью которой на этом языке программирования автор создавал свои программы ну и предлагает вам тоже это делать то есть обычно обучают вот этим вещам язык программирования и умению работать средств со средствами разработки вот но работа программиста это не только набор кода и нажатие каких-то кнопочек средствах разработки работа программиста профессионального бывалого опытного она содержит себе множество разных фишечек что мелких каких-то вещей которые вроде как и непосредственного отношения к написанию кода не имеют но тем не менее помогают программисту жить так скажем облегчает ему жизнь и у каждого программиста есть какие-то свои наработки какие-то свои методики как делать те или иные вещи ну допустим как искать ошибки в программе понятно что есть стандартные методики но каждый программист у каждого же программиста профессионального свой путь этот путь как правило очень долгий и вот за время за за это время за время становления от полного чайника до профессионала любой программист проходит довольно длинный путь и на этом пути он учится разным вещам то есть я вот допустим прочитал огромное количество книг видеокурсы смотрел и так далее и бывало так что я прочитаю книгу в тысячу страниц а возьму из нее очень небольшое количество информации но тем не менее никогда не жалел о потраченном времени потому что вот эта информация она все равно оказывается в итоге полезны и соответственно ну люди разные разные взгляды на жизнь на жизнь разные подходы разные темпераменты и так далее поэтому у каждого программиста вообще его любого специалиста в своей области есть какие-то свои предпочтения поэтому когда вы читаете какую-то книгу то вовсе не обязательно брать оттуда абсолютно все нет берите то что нужно именно вам берите чужой опыт тот который вам интересен тот который вы можете применить в текущее время ну а то что в текущий момент вы применить не можете ну где-то там запишите себе свои библиотечки что вот там есть какая-то информация при необходимости воспользуйтесь так вот очень редко ну ни разу я не видел в видеокурсах и очень очень редко я встречал в книгах чтобы авторы обучали не языку какому-то программирования не работе средства со средствами разработки а именно вот передавали какой-то свой опыт наработаны какие-то свои фишечки которые ну так или иначе используются в работе программиста и вот я решил этот пробел немного восполнить и и начать делиться каким-то своим опытом какими-то своими наработками какими-то вещами которые я использую в работе то есть это не язык программирования повторюсь не какие-то там вещи а именно вот способы работы то есть как я работаю как я использую те или иные инструменты и так далее и в этом уроке я начну с очень простой вещи ну давайте представим что вы пишете какую-то программу какую-то такую более-менее большую программу я для примера нашел первую попавшуюся из своих старых программ ну вот как видите аж 2010 год 2010 до причем в начале 2010 года эта программа была завершена она работает но на текущий момент она уже не актуальна и о самой программе говорить не будут тут нет ничего интересного просто я взял ее для примера но кстати я даже специально скрывая сейчас панель инструментов но хотя наверное наиболее продвинутые из вас догадались что это дырки но почему я это ну скажем не то что скрывая не показываю да просто потому что вот для того о чем я буду сегодня говорить совершенно неважно на каком языке вы программируете какие средства разработки используете это значение не имеет и так эта программа состоит из нескольких модулей то что вы видите сейчас на экране это главный модуль и вот только в главном модуле как увидите 1025 строк исходного кода ну это не так много на самом деле но с учетом того что это не единственный модуль программа такая не совсем уж маленькая что дальше вот давайте представим ситуацию вы работаете над какой-то программой она еще не закончена допустим недели две отработали да еще работать и работать потому что все только в начале пути и тут случается какая-то там неприятность может быть может быть какое-то событие которое из-за которого вам придется прервать работу над этой программой ну допустим в отпуск пошли или допустим вам поставили другую задачу более приоритетную то есть вам придется бросить на какое-то время работу с этой программой и переключиться на другую задачу и скажем так ладно если вы завершили работу над этой программой на какой-то более-менее промежуточной стадии то есть допустим но более-менее какой-то она имеет вид с которого можно начать допустим через две недели не через месяц но в любом случае когда вы вернетесь к своей программе через какое-то длительное время даже уже через неделю а тем более через месяц вы уже вообще не будете помнить где вы остановились что вы делали что делать дальше но эта ситуация к сожалению стандартная потому что вот особенно в небольших компаниях очень часто программистов дергают прерывают их работу переключает на другие задачи более срочные и так далее вот поэтому я не просто так взял эту тему вот но это еще полбеды если как я уже сказал ваша программа остановится на каком-то более-менее промежуточном результате гораздо хуже если допустим вам вот только что пришла какая-то идея вы ее однозначно уже не успеете доделать потому что сегодня рабочий день закончился а завтра вы уже будете заниматься другим делом и он просто могу гарантировать на 200 процентов что вернувшись к этой программе через две недели вы просто-напросто забудете все эти идеи будут забыты все все это будет утеряно и возможно вообще даже не вспомнить я если вспомните то может оказаться что это слишком поздно конечно есть всякие органайзеры есть напоминалки всякие я ими активно пользуюсь но проблема в том что напоминалки и органайзеры они не дают стопроцентной гарантии потому что ну вы случайно допустим например уеду я за рулем на машине у меня напоминалка на телефоне про бренькала я там одной рукой что-то взял случайно кнопку нажал все значит удалилась и все я забыл про это такое бывает и не так уж и редко вот так как же сделать так чтобы на сто процентов гарантированно не забыть то что вы делали со своей программой способы есть их несколько как минимум там 23 я знаю может даже больше если по вспоминать но один из самых простых которые я довольно часто использую заключается в следующем вот допустим что вы остановились где-то ну неважно где давайте допустим где-то где-то вот здесь какая-то у вас и идея здесь возникла или может быть какая-то трудно находимая ошибка есть которую компилятор не видит и что нужно сделать чтобы вернувшись через две недели к этой программе или там через месяц через длительное время вы гарантированно вспомнили что же вы там делали на самом деле все очень просто вот в том месте где вы хотите где вы закончили работы работу я пишу примерно следующее я обычно как-то определяю допустим там какие-то восклицательные знаки внимание можно написать и вот здесь пишу какой-то внимание и вот здесь пишу какой-нибудь комментарий который мне поможет вспомнить что же на чем я остановился допустим а допустим вот так вот обязательно переделать допустим мне этот код не понравился я хочу его переделать но уже не успеваю а завтра надо переключаться на другую задачу все дальше сохраняем нашу программу просто-напросто и все и начинаем заниматься другими делами а вернувшись из отпуска допустим или еще что-то открыв свою программу и попробовав ее запустить на компиляцию но сейчас вот немножко давайте еще раз повторю вот мы запускаем на компиляцию и видите компилятор выдает ошибку и перебрасывает нас на ту строку где мы сознательно внесли ошибку то есть вы понимаете теперь в чем суть то есть тот участок кода к которому вам надо вернуться после длительного перерыва мы сознательно вносим какую-то ошибку в исходный код и тогда когда мы после длительного перерыва вернувшись к нашей программе и запустив компиляцию компилятор просто остановится и укажет на то место где вы записали какую-то свою идею то есть вот таким вот образом сознательно внеся ошибку в программу мы гарантированно не забудем на чем мы остановились что мы хотели сделать переделать и так далее это в общем то такой один из самых простых способов но как я уже сказал не единственный он простой да но он немножко такой грубоватый такой корявенький согласитесь как-то вот но немножко корявенько писать просто такие вещи в исходном коде есть более изящные способы ну например с использованием директив компилятора я вам уже не раз давал ссылку на свою книгу которая так и называется директивы компилятора и в этой книге общем-то все изложил по этой теме то есть вот примерно то же самое что я сейчас сделал с помощью директив можно сделать более изящно более грамотно так скажем и ну с помощью директив опять же вот такие вещи такие и подобные можно делать более стандартно что ли то есть особенно это актуально если вы работаете в команде где уже какие-то приняты стандарты поэтому вот такой грубый способ и простой который я сказал но если хотите программировать более изящно если хотите ну скажем так более профессионально использовать вот такие штуки то изучайте директивы компилятора ссылку давать не буду но принципе не то что не буду она есть и над этим видео уроком вы можете найти ссылку на книгу ну что ж надеюсь вам было интересно и не зря вы потратили почти 15 минут надеюсь что информация была полезная если же информация была полезная то не забывайте делиться ей с друзьями своими социальных сетях ну или если она просто может быть вам вам лично не полезно но просто понравилось тоже делитесь щедро этой информации пусть ваши друзья тоже перенимает опыт и фишки профессиональных программистов а на этом пока все до свидания